Пять обладателей медалей за особые успехи в учебе и три стобальника. Таков урожай Балаковской фосагрошколы номер 25. Результат отличный, замечает директор Елена Теплова, потому что в этом учебном заведении знают секрет отличной учебы. Сам ребенок, во-первых, его старания, его умения, педагоги, родители и все те, кто помогал. Потому что сейчас интернет помогает, и репетиторы есть, и все другие возможности. Но самое главное, когда у ребенка есть цель, тогда это все и происходит. На выпускном вечере теперь уже бывшим ученикам фосагрошколы вручили аттестаты. И первыми их получили отличники, ведь именно они все эти годы были примером для одноклассников. Не подкачали и на государственных экзаменах. Выпускницы Полина Виноградова и Юля Тарунтаева получили по 100 баллов по литературе. Все думают, что да, это удача, что на все это повлиял пятак под моей правой ногой. Но на самом деле нет, это не так, потому что я очень много старалась, работала днями и ночами, правда. Я не вешусь, это мои баллы, что я правда сделала это, что я так написала, и что я смогу выбирать, позволить себе пройти на бюджет вуз. Это прямо счастье в чистом виде. Иван Пашмарго отличился в химии. Его 100 баллов по этому предмету, результат упорства, бессонных ночей, многочисленных олимпиад и конференции разного уровня. Мама Ивана, Наталья Сергеевна, рассказала, что жизнь сына стала очень насыщенной и полной событий, когда он поступил в фосагрокласс. И вся семья знала, Иван покажет высокие результаты по ЕГЭ. Звонят из других городов, говорят, точно это ваш Иван какой-то Пашмарго. Я говорю, да-да-да, это он. Говорит, ой, ничего себе, мы даже в Москве слышали об этом. Два года фосагра, конечно, для него, он всегда говорит, что ему много это дало. Высший балл по химии – это однозначный результат обучения фосагроклассе, уверенные родители и педагоги. Здесь и научные руководители, и работа с проектами, здесь и привлечение вузовских специалистов. Сам Иван уже не думает над выбором профессии. После ковидной пандемии парень решил поступать в медицинский вуз, чтобы спасать людей. И результат ЕГЭ по химии ему позволит поступить на бюджетное место. Впускникам фосагрокласса в будущих поколениях он пожелал таких же прекрасных результатов. Желаю упорства, на самом деле, чтобы они также участвовали во всех конференциях, потому что это настоящая возможность добиться и получить заветный стоп-баллов. Теперь у выпускников есть немного времени для того, чтобы передохнуть и окончательно решить, какую профессию и какой вуз выбрать. 13 учеников фосагрокласса рассчитывают поступить в вузы по целевому направлению от компании фосагра. Ребята планируют освоить профессии, которые пригодятся на предприятиях компании. Это химики, теплоэнергетики, айти-специалисты. Кто-то уедет получать образование в другой город, кто-то останется в Балакове. Поздравили выпускников с окончанием школы и представителей компании фосагра. Для ребят сотрудники предприятия за годы учебы стали наставниками и хорошими друзьями. Что неудивительно, фосагрики – это будущее предприятие. Начало у вас уже счастливое. Вы учились в такой школе, рядом с вами такая компания, как фосагра. И, конечно, эта компания ждет всех вас обратно. И я вижу, что у вас у многих есть братишки, сестренки, которые тоже поднимались на эту сцену. Значит, родителям еще раз придется прийти в этот класс. Я хочу пожелать вам, чтобы у вас были мудрые и великие учителя. Да-да, учителя, потому что учиться вы будете всю свою жизнь. И от того, кто будет рядом с вами, зависит, какой путь вы выберете, как вы этот путь осилите и как сложится ваша жизнь. Светлана Афанасьева вспомнила свой выпускной, который проходил на Красной площади. Балаковские фосагрики вместе с выпускниками всех школ Балакова тоже отметили знаковое событие на большом общегородском празднике. Со школой ребята прощались, танцуя. Пары кружили в вальсе и зажигали на дискотеке. А педагоги и родители, наблюдая за своими уже взрослыми детьми, желали им только одного – чтобы их жизнь была так же легка, как этот танец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!